Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово». Тема нашей сегодняшней передачи – «Ясновидящие старцы. В чем же разница? Почему церковь осуждает обращение за помощью к экстрасенсам, но почитает религиозно одаренных людей? Об этом мы поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии Протеерем Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений! Здравствуйте! Церковь почитает религиозно одаренных людей, называет их святыми, иногда старцами. Почему возникло такое название, и святости старчества – это действительно синонимы? Я думаю, нет. Святые – это чья духовная жизнь уже состоялась, кто, образно выражаясь, похож на Бога, кто не только сообразен Ему, но и Богоподобен. А старцы находятся только на этом пути. Вот у них уже много что есть, но церковь не вынесла окончательного прославляющего осуждения об этих людях. Вот, например, помимо старчества, возможно, и лжестарчество, когда люди и в своем поведении, и в своих высказываниях, и в способах своего окормления или заботы о христианской пастве скорее имитируют старчество, нежели являют его. Но духовно опытный христианин, конечно, лжестарчество от подлинного старчества отличит. Поэтому, повторяя ваши слова, я бы сказал так, что святой – это тот, кто уже состоялся, тот, кто уже прославлен, а старец – это религиозно одаренный человек, человек, умудренный не только жизненным опытом, но и, в первую очередь, опытом духовным, кто находится на пути к подлинной святости. Но помимо жизненной и религиозной опытности, есть ли какие-то другие признаки и критерии того, что именно этот человек является старцем? Думаю, да. Дары божественные многообразны. И дары, обращенные на тех, кто к Богу приближается, кто прошел большую часть пути, они, конечно, выражаются в некоторых сверхъестественных явлениях. Ну, например, такой, известный нам еще из священного писания, дар прозорливости. Ну, несколько примеров. Когда Авраам встречает трех странников, то его жена, услышав о том, что у Авраама должен родиться сын от нее, Сары, начинает возмущаться. Внешне она это никак не выражает, но про себя она улыбается и восклицает, как это может быть, чтобы от столетнего, от 90-летней, у которой естественные репродуктивные процессы закончились, может родиться некто. И тогда один из участников этого диалога говорит Аврааму, почему рассмеялась твоя жена? А ведь никто этого не видел. А она говорит, я не смеялась. Он возражает и говорит, нет, ты смеялась. Ну, или, например, то же самое, но уже из христианской истории, когда известный оптинский старец Амбросий по немощи своей отказался продолжать прием посетителей, и Келеник уведомил об этом всех собравшихся, и вот одна женщина, не выдержав, потому что она дожидалась, в свою очередь, очень долго, сказала, лицемер, через черные двери к нему идут дворянки, в плесировых юбках принимает, она с простых мещан и крестьян оставляет вне окормления. И когда, наконец, старец вышел, чтобы преподать благословение, она в дерзком порыве решила от этого благословения отказаться и встала за притолку. Вот так получилось, что открытая дверь ее прикрыла. Она была высокого роста, и звали ее Вера, но никто об этом не знал, о ее имени. И вот там в Росе выходит, благословляет народ, потом вдруг поднимает голову влево, видит ее высовывающейся из-за двери, она была очень высокая, и говорит, а кто это здесь? Что за великан? А, Вера, которая пришла обличить маловера. И, конечно, это очень сильно ее смирило. Кроме того, в моей жизни был эпизод явной прозорливости, когда я в попытке получить ответ на какой-то свой трудный жизненный вопрос отправился на остров Залит к известному там отцу Николаю. И вот я помню, это был крещенский сочельник, погода была неважная, поэтому, когда я вышел на лед озера, встречный ветер меня буквально стал сносить. Ботинки намокли, подошва, а ветер был очень холодный, и вот эта бледенелая корка превратила подошву моих ботинок в коньки. И вот я подумал, надо добраться во что бы то ни стало, и поэтому пополз на четвереньках. Картина, конечно, была очень смешная. И вдруг подъезжает автомобиль, это местные рыбаки, которые выгоняют автомобиль прямо на лед, сверлят лонки и затягивают рыбу прямо в салон автомобиля. И вот они подъехали, говорят, всякое повидали, такого не видели, садись, подвезем. Мы поехали. Выяснилось, что это не 400 метров, как мне казалось, а 4 с лишним километра. Скорее всего, я бы и не дополз. Ну, я пришел на богослужение, поисповедался отцу Николаю, высказал свои какие-то проблемы, мучившие меня. Он мне что-то ответил, ничего сверхъестественного я не почувствовал и не заметил. Но когда на следующий день мне нужно было уезжать, а местные матушки пытались меня накормить, говорят, не едь без обеда, я сказал, нет, опаздываю, боюсь не опоздать на автобус. В этот момент заходит отец Николай. И они ему говорят, батюшка, уговори ты семинариста, пусть покушает, а то боится, что опоздает. А он отвечает, причем не мне, а им, нет, пусть едет. Уж больно у него, ботинки скользкие. А я ему о своих скользких ботинках не рассказывал и слова не упомянул. Поэтому вот эти примеры прозорливости, они, конечно, говорят о том, что люди, наделенные этим даром, являют свою сверхъестественность по отношению ко всем прочим христианам. И, в принципе, это награда за очень благочестивую, благодатную жизнь. Но ведь эта прозорливость есть и за церковной оградой. Мир, как сейчас говорят, экстрасенсорных возможностей и способностей очень велик. Ясновидящие, парапсихологи, астрологи тоже могут нечто подобное. В чем же тогда разница? Ну, разница есть. Как говорил известный юморист, я закончил курсы ясновидения, и теперь я ясно вижу. Меня обманули. Поэтому, наверное, какая-то часть шарлатанов, которая создает на этом свое материальное благополучие, она всегда примазывается к этой области. Но, с другой стороны, наверное, все-таки и такая существующая часть, описывающая это явление, должна быть как-то нами оценена. Ну, например, опять-таки в Библии говорится о том, что чудеса, совершаемые Моисеем перед лицом фараона, они до какого-то уровня поддерживались местными волхвами. Они делали то же самое. А Моисей творил чудеса. Но с какого-то момента они оказались бессильны и сказали, что это от Господа. То есть мы не можем продолжать. И в данном случае это говорит о том, что действительно мир людей, делающих ставку на свое знакомство со сверхъестественным, он достаточно пространен. И христиане это никогда не отрицали. Другое дело, что они всегда, как и в случае с гаданием, опасались получить информацию и дары из замутненного источника. Из источника, чью идентификацию они не выяснили. Другими словами, если человек совершает чудеса, но не понимает, чьи он силы это совершает, то тогда лучше бы он не чудотворил. Но это всегда проблемно. Потому что люди, почувствовавшие вкус к чудесному, они, как правило, теряют бдительность, перестают задавать вопросы на эту тему. Лишь бы сохранить этот дар, а на самом деле псевдодар. Вот почему, например, сказано о ложных чудесах, которыми Антихрист будет искушать человечество в последние времена. И, как правило, проверяется все это очень просто. Церковь не предлагает монополию на свое ведение чудесного, сверхъестественного, прозорливого. Она просто говорит о том, что, сталкиваясь с людьми такого рода, она не знает, откуда у них этот дар. А проверить все очень просто. Я помню известного экстрасенса, спросили, крещен ли он. Он сказал, нет. А почему не креститесь? Боюсь, дар пропадет. То есть сам этот человек интуитивно чувствует, что то, чем он владеет, с крещением несовместимо. Значит, это разные полюса. И поэтому, когда, например, люди приходят, возвращаясь после таких сеансов в церковь, и говорят, ну ведь, батюшка, там тоже иконы, там тоже звучит молитва, там тоже горят свечи, то, как правило, священник говорит, «А почему я не знаю этого человека? Если у него дар от Бога, почему церковь не знает о его личной жизни? Не проще ли ему прийти поисповедоваться, чтобы выяснить, кто он на самом деле?» Ведь, как правило, когда мы наблюдаем дары старцев, дары людей, религиозно одаренных, полученные ими от Бога, то, как правило, мы связываем это с личной жизнью этих людей. Я помню, одна женщина говорила о том, что у нее есть дар врачевать, и он, конечно же, от Бога. Я ее спросил, ну ведь сравните свою жизнь с жизнью подвижников, у которых этот дар действительно был от Господа. Ведь, смотрите, ваша исповедь, ваша жизнь, она ничем не отличается от жизни простых обывателей. С какой стати Богу награждать вас этим даром? Вы не можете ни раздражаться, ни осуждать, ни завидовать, и вдруг получаете такой дар. Да ведь потом, когда мы всматриваемся, например, в подвижников, то мы видим какие-то тезисы, о которых, конечно, хорошо знать тем, кто ищет сверхъестественного в своей жизни. Они, например, настаивают на том, что гораздо важнее знать Бога, нежели знать Его дары. Другими словами, Бог гораздо важнее, чем те дары, которые я могу от Него получить. Но даже если человек и Бога знает, и за это знание получил сверхъестественный дар, то, как правило, мы сталкиваемся с одним и тем же нюансом. Все люди в один голос, все святые люди, все старцы в один голос говорят, отними от меня это, дай мне лучше знать о моих ошибках, дай мне знать о моих грехах. И, напротив, ни за что экстрасенс, если, конечно, он не на пути покаяния, не начнет от этого отказываться. Ведь это делает его сверхъестественным, могущественным, делает не таким, как толпа, он лучше. Поэтому я бы сказал так. Самостояние, самочувствие экстрасенсов всегда, ну почти всегда, как правило, основано на гордыне. Вот и наоборот, те дары, которые мы видим у старцев, у людей, которые находятся на пути святости, они, как правило, им в тягости. Ведь люди гораздо больше озабочены собственным спасением, нежели тем, много ли у них или мало духовных дарований. Спасибо, отец Евгений. Хочется говорить и говорить на эту тему, но, к сожалению, передача подошла к концу. Дорогие телезрители, а я очень надеюсь, что вам стали очевидны различия между людьми экстрасенсорных способностей и носителями благодатного дара Святого Духа. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова